Вот так чаще всего заканчивают свою короткую жизнь новогодние деревья. С контейнерных площадок они попадают прямиком на свалку. Но каждой из елок можно подарить вторую жизнь. Нужно просто принести праздничное дерево в эколого-биологический центр. Здесь о хвойных растениях позаботятся школьники. Елки просто так пропадают. Это же ведь все-таки не мусор обычный. Это вторичное сырье, которое может пригодиться ради того же утепления вольеров и может быть делание разных поделок. Из еловых лап школьники сегодня делали утеплитель для вольеров. Домики уже укрыли пленкой, теперь и природным материалом. С такой отделкой животным не страшны никакие холода. В этих вольерах живут кролики, свинки, куры, крысы. И мы для них утепляем дом. Акцию «Елка в переработку» экологический центр проводит во второй раз. В прошлом году сочинцы сюда принесли около полусотни новогодних деревьев. Активны жители и в этом году. Елки, которые были выращены, которые росли в течение 10 лет и были использованы в течение двух недель, конечно, жалко выбрасывать. Мы как образовательная организация хотим все-таки нести в массы эту информацию о том, что большая часть того, что мы выбрасываем, это может рассматриваться не как мусор, а как ресурс. А в саду эколого-биологического центра еловыми ветками утеплили и цитрусовые деревья, которые прячутся от холодов вот в таких домиках. В дело пойдут и стволы новогодних елок. Их на специальном оборудовании переработают в щепку. Ее используют на территории экоцентра. В саду ею присыпят землю около деревьев и вдоль грядок. Хвойные деревья в эколого-биологическом центре на Альпийской 5 будут принимать до 20 января. Вообще в России практика утилизации елок пока не сильно распространена. А вот за рубежом из отслуживших свой срок новогодних деревьев делают бумагу, топливо, мебель и даже мыло и лекарства.